Как вы вообще относитесь к Петру Толстому? Вам все-таки скоро выходят на сцену? Надеюсь только на одно. На объективность и на хороший вкус этого хорошего человека. Вспоминается известная присказка. Если вам кажется, что за вами следят, то это совсем не значит, что у вас паранойя. На Первом канале Минута Слабы мы продолжаем. Прямо сейчас. Сара Окс! По профессии я врач. Моя работа научила меня никогда не сдаваться, быть сильной, быть смужественной. И несмотря на то, что моя работа очень нежная, напряженная, я нахожу время на то, чтобы создать уют в собственном доме. Люди, которые поддерживают меня каждый день, многое значат в моей жизни. Когда мы узнали, что Сара будет иметь счастье в Минуте Славы, мы с друзьями решили, что подарим ей обязательно успех. В свободное время я люблю слушать сериал «Моя прекрасная няня». И мне нравится актриса Анастасия Заворотнюк. Она человек талантливый, многого добилась. Я бы хотела быть похожей на нее, уверена, что Минута Славы поможет мне осуществить мои мечты. Наверняка наша участница постарается использовать схожесть с Анастасией Заворотнюк, чтобы выгоднее продемонстрировать свой основной музыкальный талант. Добрый вечер. Проходите. Что вы так испугались? Боже. Это все мне? Это все вам? Скажите, я вам нужен для полного счастья? Или я могу пойти на пули? Нет, это не нужен. Но я только скажу пару слов о твоем цветочке. И все. А, пожалуйста, прошу. Цветочек, подземный переход на Пушкинской, 30 рублей. Что еще? Я могу сам пронеснуть. А вот до меня дошли слухи, что у тебя, Олежко, есть какая-то подпольная семья нелегалов-вьетнамцев, которые тебе вот шьют вот такие вот махровые штучки. У меня, кстати, точно такие же на босоножках. И покупала я их на запорожском рынке. Ну, у нас гонорары, да, другие, естественно. Я только вот до Пушкинской дошел. Да? Да. Вот я сюда пришла. Я пришла сюда не просто так. Я пришла сюда объявить одного человека, который будет выступать. Пожалуйста, Настя, да, вот-вот в центре прошу. Но мне как-то здесь неудобно. Я в центре, я же не главный гиперсонаж. Нет, нет, вы всегда главная. Вот сюда, прошу. Ну что, я не попоюсь этого слова. Это талант, это самородок, это человек, который, он, вот он сам себя сделал. Он, как это называется, self-made или hand-made. Ну, в общем, человек просто золото. И я бы хотела, чтобы сейчас вы все вместе поаплодировали очень сильно, очень натурально, чтобы потом на ютубе было больше просмотров. Итак, встречайте. Врач, который поет, и певец, который лечит. Сара Окс. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И спецэффект. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Я обязательно вернусь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А где Олежка? Я здесь и не один. Мы с Юлией добрый вечер. Вы уже зашили дырочку на платье, Юля? Я никому даже ни слова не сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая молодая. Вы знаете, я, признаться, не знаю, где начало и где финал этого номера. Вот. Поэтому я этот вопрос задаю вам. Номер уже был или он еще будет? Это был театр одного актера. Это был человек-оркестр. Я признаюсь вам, друзья, первые, ну, 30 секунд, думал, что это настоящая Настя Заворотнюк, потому что вы невероятно, конечно, на нее похожи. Вот, вы знаете, я, так как я все-таки начинающий врачеватель-артист, вот, то я, как любому начинающему врачевателю и артисту, нужен пиар. Поэтому, естественно, я скажу, что я, конечно же, может быть, она, а может, не она это я, или я это не она. Ну, в общем, интрига. Вот. Вот это закрутило. Ну, я пошла, да? Нет, нет, вы останьтесь. Самое интересное начинается. Я не вправе что-либо комментировать. Мне так кажется, что самое ценное, это как раз найти себя и быть самим собой. Я с удовольствием передаю слово, не знаю, Петр, как-то остальные члены жюри потупили взор, не видят, не слышат. Скажите что-нибудь. У меня нет ощущения, как бы, истинности происходящего. Я не знаю, согласится ли со мной жюри. А номер есть? Вы сейчас про что, про телефонный номер? Нет, я имею в виду, вот была песня, была вот эта вот интермедиа, импровизационная, я не знал ничего, так сказать. То есть у вас нет вьетнамцев, которые вам шьют цветок, да? Ну, неужели не понятно, что у меня молдаване шлют эти цветы, господи? Ну, вся страна знает. Не, ну, слушайте, это все весело, и, безусловно, это, как бы, какая-то минута славы в этом есть, но мне непонятно, зачем расплескивать свой талант врачевателя. Поэтому я скажу нет. У вас, у вас очень плохой вкус, и я вам скажу, что... Вы не атакуйте, вы сейчас можете просто закончить все. Матерь, я же должна вылечить человека от звездной болезни. Секунду, а вы врачуете что? Вправляем мозг. Каким образом, интересно? Скажем так, с расстояния выстрела. Пожалуйста, не открывайте огонь по мне. Я ничего плохого вам не желаю. Вы продолжайте, вы совершенствуете. Я просто в образе. Все получится, вы в образе, вы будьте в своем образе, а потом уже в образе Заворотнюк. Александр Васильевич. Я подозреваю, что не только это лже-Заворотнюк. Ощущение, что из Сара Окса, это не настоящее имя и фамилия этой девушки. Это псевдоним, это может иметь место, я же не спорю. То, что вы страшно похожи на Заворотнюк по восхищенным возгласам Олежка, я так не считаю. Да, вы похожи, вы подчеркнули это. Я не понимаю, чего оценивать. Вы вот собственным вокальным данным не доверяете совсем, да? Вы считаете, что сначала должна быть вот эта клоунадочка, а потом вокал. Ну смотрите, очень много людей, которые здесь были, которые действительно талантливые, уже получили от вас свою красную кнопочку в спину, даже просто выйдя и исполнив какую-либо песню. В спину никто не получал никаких красных кнопочек. Ну я это, скажем так, считайте это личным таким афоризмом, не афоризмом, а кучерявой фразой. Я знаю, что я пришла сюда перед людьми, которые в принципе сыты всем, уже они много чего повидали. И просто исполнить песню, я ее исполнила. Я бы еще наслаждался с удовольствием, вы бы зря прервали песню. Кстати говоря. Скажите мне, пожалуйста, тогда Сара, вы предпочитаете, что вот я сейчас что оценивал? То, как вы поете, или то, что вот вы тут под заворотнюк вытворяли? Чего оценивать? Оценивайте то, что вам понравилось. Мне понравился вокал. Все. Я говорю да. Вот прям, Александр Васильевич, не ожидал. Я сам не ожидал, честно я вас. Вот прям не ожидал. Дело в том, дело в том, что я... Мы от тебя, между прочим, тоже многого иногда не ожидаем. На самом деле, мне, Сара, понравилось. Я боялась... Подожди, помолчи немножко. Я боялась навлечь гнев. Александр Васильевич, я знаю, как это бывает. И когда Александр Васильевич сказал, да, ну тут у меня уже просто вздох облегчает. Выдохни и говори, что ты думаешь. Выдохнула и говорю. Настя, мне нравится, что вы боец, во-первых. Вот, вот, Сара, сори. А, вот уже все, все, да. Да, лечить надо меня. Я об этом только что сказал. Я об этом только что сказал. У меня такое ощущение, что вам все кто-то подсыпали. Дадим договориться все-таки. Я виноват. Дадим Маше договорить. Прости, Маша. Что договаривать? Я говорю, да. Сара, Сара, выйдите из образа. Бросьте вы, ну. А? А? Из образа выйдите. Да не выходите из образа. Мы хорошо знаем Настю Заворотнюк. Вот, теперь я такая, какая есть. Но я надеюсь. Нет, все равно еще. Нет, нет, нет. Нет, не до конца. Не до конца. Вы плевывая последние остатки акцента. Слушайте, я чувствую себя в сумасшедшем доме. А на самом деле это минута славы на первом канале. Так, момент. Я вижу у нас в зале Оля Прокофьева. Олечка, иди сюда. Оля Прокофьева, та самая актриса, которая бок о бок с Настей Заворотнюк несколько лет снималась практически ежедневно. Хотя стоп, и на солнце бывают пятна. Ну-ка. Очень гигиенично. Плюнуть на салфетку и всерать это человеку в лицо. Что такое? Я зубы чистила. Ну, поскольку не может Сара выйти из образа Настей, я сразу решила выйти в образе Жанны Аркадьевны. Да, немножечко так как-то. Но в чем я все время побеждала, это в росте. Вот, я не знаю, во всех победах. В росте? Тут я уже тоже проиграла. Ну, не в духовном точно, вы знаете. Да, да, да. И вообще, какая это Ольга Прокофьева? Это аферистка! Хорошо, сейчас если... Хорошо, говори, Городетонька, говори. Сара Окс справляет мозги. Вот как называется сериал этот, да. Ну, хорошо, если выйти из образа, я хочу сказать, Сарочка, дорогая, мне не хватало в этом номере просто режиссуры. Поэтому вот немножко запутались. Все-таки что судить? Музыкальный номер или все-таки вот эту вашу пародию перевоплощения? Сейчас нужно, поскольку есть да вам и да, но, конечно, самая неожиданность сейчас была Александр Васильевич, он не был таким непредсказуемым, поэтому это лучшее, что было сейчас в этом вообще выступлении. Просто все новые и новые грани, да. Поэтому я хочу сказать, нужно чуть-чуть сейчас. Хочешь, я тебе помогу? Вот поскольку есть да и да, на следующий номер мы можем там что-то вместе придумать, где ты будешь по режиссуре немножко так это все сольем в одно целое, и тогда будет понятно, почему ты из пародии переходишь в песню и так далее и тому подобное. Так что я тебя поздравляю, как Оля Прокофьева. Вот, а все остальное, я думаю, что у тебя будет возможность сделать. Если вы, дорогие друзья, понимаете, что происходит на Первом канале, пришлите мне, пожалуйста, письма. Я сейчас не понимаю, но знаю одно, что Сара Окс допущена до вашего зрительского голосования. Прежде чем, Сара, я буду разговаривать с вами, у меня маленькое обращение к Анастасии Заворотнюк. Дорогая Настя, если вдруг в день 23 февраля тебя пригласят провести корпоратив на Сахалин, и одновременно в Санкт-Петербург, знай, что ты можешь заработать дважды. Есть человек, который поддержит тебя и поделится с тобой. Сара, ну, как это было? Я думала, когда шла сюда, что мне предстоит бороться с Александром Васильевичем. Но вместо этого я просто в него влюбилась. И поэтому, дорогие зрители, в общем, суть такова. Вы не судите сильно с экранов телевизоров своих. Люди, которые кажутся нам злыми, у экранов телевизоров в жизни кажутся другими. И я тоже другая, я еще лучше. Так что вы голосуйте. И вместе мы с вами встретимся на Сахалине. А сложнее пародировать или придумывать что-то новое? Пародия, на самом деле, действительно сложная. Сложнее пародировать, скорее всего. И здесь мало просто быть похожим внешне. Главное, манера поведения. То, как делала эта Сара. А если кому-то не нравится жанр пародии вообще, в принципе, то здесь не о чем говорить. Так что вперед, далее! Единственное, что хочется вам сказать. Верьте в себя, не бойтесь жюри и любите своего зрителя. Это «Минута славы» на Первом канале.